Добрый вечер, друзья, товарищи! Сегодня воскресенье вечера. Как ни странно, в этот замечательный момент, 22.43, мы снимаем в этот ролик небольшая проба китайских фруктов. Котенка сегодня играет в русалочку, которая обрела ноги, но потеряла голос. Она работает в детском садике и, наверное, очень сильно кричала на детей. Так все было? Короче, что мы сегодня будем делать? Мы сейчас попробуем какие-то из фруктов. Дело в том, что котенка купила фрукты. Знаете, можно было бы для вас снять какие-то там dragon fruit, которые все уже перепробовали со всех сторон. Какие-то там диковинные фрукты, типа, как это называется, наш любимый такой мягкий мангустин. Все эти фрукты уже люди бывали в Таиландах, везде все перепробовали, им привезли и так далее. В общем, мы хотим попробовать фрукты, которые, наверное, вообще никто не пробовал. Местные. Да, совсем местные. Здесь Китай и на юг Китая. И вот первое, например, вот пополам разрезанное. Кать, покажи бабли. Скажи, что я могу тут найти. Кать купила только один на пробу. То есть вот такая штука непонятная с фиолетовыми полосочками белая. По консистенции внутри никаких ядер не было, да, видите? Пусто все. Вот ничего нет. Вот по консистенции, я же уже попробовал, по консистенции напоминает, что напоминает? Напоминает дыню, да? Дыню, только не сладкую. Вообще не сладкую. Давай сейчас попробуем, чтобы были более такие насыщенные ощущения. Давай, я пробую и ты продай. Давай вместе пробовать. Давай. С русалочкой, видишь? Ты расскажи, что это называется. Так, значит, как этот фрук называется? Шэньшэнь. Шэньшэнь. Шэньшэнь, короче. Шэньшэнь. Шэньшэнь. Шэньшэнь, шэньшэньский фрукт он называется. Дело в том, что шэньшэнь, его что делать, заваривают? Это же корень. Да, все его знают. Да, все знают, что это такое. Но вот это плод. У шэньшэнь, оказывается, есть... Мы живем в городе Шэньшэнь, и в общем, есть шэньшэнь. Все же шэньшэнь в Шэньшэнь. Да, слушай, может, ты все-таки можешь говорить? Не можешь? Ну, хотя бы для видео. Нет. Нет, ну ладно. А что ты голос сорвала? Просто много разговаривала в течение дня. Я подрабатывала. В течение четверга, в пятницу, в Китайский, в Китае был большой праздник. Зазовался Чиминти. Это когда... Ну, в общем, это день памяти усопших. Так, ну, давай, вернемся к фруктам. Да, день Уборки Маги. Чиминти. А фрукт, значит, это у нас... Это не корень, это фрукт Жэньшэньшэнь. Попробуем. А ты его не чистила? Нет, нет, нет. Вообще не чистила. Вот даже вот с его кожурой. Кожура мягкая, мне кажется, ее даже есть можно. Кожура, ее не едят, но она напоминает толстую кожуру от яблока. Прям, или от огурца. Сам фрукт, он не очень сладкий. Это вообще фрукт, может быть, это овощ? Нет, это овощи. Фрукт, хотя он ГО, называется фрукт. Я скажу, что это фрукт. Он не очень сладкий. Желтая такая полосочка, беленькая внутри, по мягкости напоминает не переспелую, а такую средней спелости дыню. Ни сладкий, ни соленый, никаких странных привкусов у него нет. У него больше, я бы сказал, какая-то безвкусность. Да? Ты когда-нибудь пробовал этот камыш? Камыши, помнишь, где эти детьми были? Камыши? Камыши собирать? Я камыши не пробовал. Я думаю, что это камыш, а она сам терила, потом ее сложает ракос. Дело в том, что сейчас никому не слышно, поэтому... Можешь поговорить. Короче, Катя говорит, что какие-то... Не знаю, слышали вы или нет, ребят. Видите, в детстве думали, что собирали камыши и ели что-то какие-то... А это на самом деле рогоз. Рогоз, короче. Если вы пробовали такое, тоже пишите. Я, например, не знаю, что такое. Все когда-то пробовали стебель, то вот по вкусу это именно... Стебель камыша, в общем, это примерно то же самое, что вот мы сейчас едим. Это я перевожу с русалчо. Так, есть у нас еще вот такой вот фрукт. Вот он... Ну что это? Что это такое? Это не кониция. Это давайте, это не кониция. Давайте новый возьмем. В общем, вот такой фруктик. Как здоровенная слива. Или как маленькая груша. Или как маленькая манго. Или как маленькая манго. Или как абрикосик. Да. Это как фрукт называется? Пипа. 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 Вот Пипа сидит рядом со мной, видите? Пусал. Да, кстати, есть музыкальный инструмент Пипа, да? По форме тоже. По форме такой же. В общем, этот Пипа растет здесь, на Юге Китая. Сейчас мы узнаем, что он из себя представляет. Пробуем. Я уже знаю, что внутри есть здоровенные зерна, прям вообще здоровенные. Очень сочный. Прям как абрикос, сочный, сочный. Вернее, как персик или не знаю, ну что такое прям вот. Очень сочный. Гигантские зерна. Вот смотрите, вот уже видно зерна. Их, судя, всего много. Сейчас я покажу. Знаешь, что мне быть надо, очень сочный. Мякоти мало, но очень сочно. Очень толстая кожа. Прям такая крепкая, то есть толстая кожа. Очень приятные зерна, так во рту покатать приятно. И очень, ну не очень, но кисло. Кисленько. А может они не спелы просто? Хотя вот они поют такие хорошенькие. Зерна такие гладкие, приятные, приятные. Катя говорит, что право было в садике, были сочнее и слаще. Слушай, ну зерна приятные. И, кстати, зерна очень напоминают какое-то другое. Какой-то плод какой-то, чего-то не пойму. Вот такие же тоже, вот такие гладенькие, гладенькие. Ну, во-первых, они, например, каштаны. А вот если вообще, какой-то другой тоже есть, вот с такими же гладенькими. Валю. Не кисловат. Я вообще, на самом деле, люблю все кислое. Я прям могу есть кислое, мне нравится. То есть мне кисло. Я прекрасно понимаю, что это кислое, но мне нравится это есть. Я могу больше съесть, чем другие кислое. Вот. Это вот два таких фрукта на сегодняшний день, которые, я уверен, что, друзья, вы таких фруктов не пробовали. Женьшень, который, опять-таки, едят, у которой, опять-таки, есть плод. И, значит, пипа. Что про яблоки скажите? Вот яблоки, пожалуйста, которые здесь повсеместно продают. Они похожи, вот вы думаете, что они похожи на грани с нить. На самом деле, это совсем-совсем что-то другое. Они не такие жесткие. И, пожалуй, да, они не такие сочные. Слушай, как странно, я сижу и перевожу, и выйду на камеру. Что ты говоришь? И они, да, действительно, не очень сладкие. Подожди, ну подожди. Хотя, ну хотя, да, подожди. Грани смит, они больше кислые, а эти больше сладкие, да. Согласен. Вообще, вы знаете, меня в Китае не перестает удивлять вот в отношении фруктов. Мне кажется, что я ни разу не ел ничего кислого до сегодняшнего дня. Вот это пипа. Дело в том, что в Китае вот с тех пор, когда я приехал в Чэнгду, то я просто не перестаю удивляться тому, что фрукты везде абсолютно невероятно либо сладкие, либо очень сладкие, понимаете? Ни арбузов, ни каких-то вот неудачных фруктов ни разу не было. Ни апельсинов, которые вот там вот... Я, знаешь, я вспоминаю, когда в России вот где-то на Новый год там люди начинают покупать мандарины, выбираешь там... Я сам же выбирал. Стоишь там, выбираешь что-то из этих мандаринов, они все какие-то непонятные, вот все дуржаткие. Или кислые, да. Дома принес, они там кислые все. Тут просто ты всегда набираешь... Они даже если выглядят, они не очень. Они все равно будут очень сладкие, понимаете? Настолько классные в Китае фрукты. И вот за время пребывания в Китае я не перестаю думать о том... Sorry. Я все больше на самом деле думаю о том, что все фрукты напичканы. Мы с Катей ездили на мотоцикль, когда за город выезжали, ездили, смотрели там на плантации, было куча мандаринов, там миллионы поля этих мандаринов и апельсинов, там чего только не было, помело, да. И вы знаете, вот когда видишь бескрайние просторы этих фруктов и одновременно, глядя на эту картину, ты видишь, что каждый фрукт завернут в бумажечку, там в пакет какой-то. Каждый, понимаете? То есть их миллион, да, на деле фрукты висят, и они еще при этом завернуты. А там же их такое гигантское, просто бесконечное количество какое-то. Ну, по крайней мере, то, что ты видишь глазами, это именно так представляется, видится. Но сложно себе выразить, это же надо подойти и каждый фрукт обернуть вот в этот пакет, или там что это, там, слофан, не знаю, что это такое. В общем, это странно. И, в общем, мы думаем, что фрукты, то есть если они так делают, то совершенно логично можно предположить, что так же можно подойти и в каждый фрукт взять и качнуть в него чего-нибудь. Сахара, да? Они же здесь фрукты вон лежат, вон, вон, у меня груша лежит, сколько уже? Уже месяц, наверное. Она даже не испортилась, в холодильнике лежит и не испортилась. Как так? О, Катю выбросил. А я, кстати, не собирался есть. И яблоко там тоже лежало сколько времени, и ничего вообще, ничего не портится, понимаете? А самый простой, пожалуй, метод, чтобы товар, какой-то продукт не портился, это же накачать его сахаром, правильно? Сахара. Больше сахара, больше портится не будет, дольше. Какие фрукты. Вот, ну что, ты вот хотел апельсин попробовать. Вот, вы, кстати, знаете, вот этот апельсин, это средней ценовой категории, стоит он, кстати, да, надо еще процент сказать, стоит апельсин, сколько он стоит, 6 юаней, да? 6 юаней, получается, 120 рублей килограмм апельсина стоит. Это вот средняя цена, они есть подешевле, есть подороже, есть совсем дороже, но средняя цена на апельсины, вот, пожалуйста, они здесь все растут, вот, их куча, вот, в любой соседней провинции, до центральной, до центра Китая, они везде растут. Но, суть, что? Вот, в прошлый раз я купил апельсинов, подешевле хотел купить, думаю, о, нифига себе, какие подешевле апельсины. Они стоили 100 рублей килограмм, эти вот 120, там стоили 100 рублей. Или, по-моему, даже 95, 90, даже, наверное, вот так стоили. 4,5 юаней были. Вот, или 4,9, ну, не суть. Короче, я купил, думаю, нифига себе, о, дешевле апельсины-то продаются, вроде бы такие же, нормальные. Я купил там 3 килограмма этих апельсинов, ну, пусть будут, потихоньку будем есть, много сразу же купил. Вот, думаю, как хорошо, о, подешевле. И, в общем, что вы думаете, все эти 3 килограмма ушли в мусорный бак? Почему? Потому что, нет, они не протухли, нет, ничего с ними такого нет. Но я начинаю их чистить, а они, вот давайте, я начинаю его чистить, а его, понимаете, шкурка прилипает к апельсину. Ну, а его вообще не отдирается, не отдирается от апельсина. Я сначала сразу же подумал, что это за фигня такая, не отдирается шкурка от апельсина, это как такое может быть. Вот, начал его нюхать, вроде бы пахнет, но пахнет тоже, вот нет аромата душистости апельсиновой. И, в общем, когда, вот, я взял потом ножик, вот, начал все больше отрезать, разговаривать, смотреть вообще, что там внутри. И, в общем, вот вы видите вот этот апельсин, да? Ну, у него нормальный цвет. Вот, у него желтый, оранжевый, оранж все-таки, это, да, у нас чангзи. Это нормальный цвет апельсина. У того, у тех апельсинов, которые я покупал, цвет был красный. Ну, прям красный. И, причем он красный, такой красно-розовый какой-то, вот такой дурацкий цвет, какой-то мне напоминает, мне сразу же напомнил какой-то, хотел сказать, акрил, не акрил, а как они, акварельные, вот. Акварельные вот краски просто неестественные, абсолютно неестественные, понимаете? И вот эта кожа, которая не отдиралась, я подумал, может быть, это какой-то дурацкий, прокисший апельсин. Я беру другой тоже, раз, 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 его там открыл, актовали, смотрю, там то же самое. Беру другой, раз, раз, то же самое, понимаете? Я попробовал. Вкус омерзительный. Не знаю почему, но он омерзительный, он совершенно точно не апельсиновый. Волокна очень странные. И это все вот меня очень впечатлило и расстроило одновременно, потому что я часто в том месте, ну, это самое такое у нас здесь, может быть, уважаемое место, где мы покупаем фрукты, и, в общем, вот там такая подстава. Хотя это, на самом деле, не первый раз. Бывало здесь случаи, когда мы там купим что-то, там, арбуз у нас там один раз, да, попадался здесь тоже химический. В общем, большой Китай, всех не прокормишь, и явно применяются всякие методики, 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 юге, методики. Как апельсин тебе? Хороший. Хороший? Вкусный? Ты да, ты так громко не разговаривай, показывай просто. Хороший. Хороший апельсин, пробуй. Пацана. Ммм, ой, это чудесный апельсин. Да, пацана. Пацана стоит. Что? А, да, значит, это пипа. Да. Пипа стоит, значит, вот это. Пипа стоит сколько? 13,8. Сколько пипа стоит? 13,8 с полкило. Это значит 240 рублей, ой, нет, даже 250-260 рублей за килограмм пипа стоит. Вот такая штука. Это вот ты купила сколько здесь, полкилограмма? Да, где-то так. Штука 7-8, полкилограмма. А я не помню точно. А Жень Шень? Говорит, что не помнит точно, сколько стоит? 11,8. 11,8 значит 220 рублей килограмм. 11,8. Ну, короче, где-то 200 рублей килограмм стоит Жень Шень. Ну, я на самом деле не удивлен, я Кате уже сказал, что, по-моему, не зря эти фрукты в мире не очень популярны, потому что, понятно, становится популярно то, что людям нравится. А эти вот фрукты, они как бы, ну, не очень. Хотя, знаете, я бы сказал, вот ты мне недавно говорила, про что ты там говорила, про непонятную овощь, которые имеют отношение к грибе. Сельди Рэй. Сельди Рэй, Катя мне говорит, у него отрицательный показатель калорийности, отрицательный, понимаете, он еще и сжигает у вас. Вы употребляете эту гадость, он еще у вас, ну, правильно, такая гадость должна переработать, заставить организм. Вот, я хотел сказать, что... Все трясется. Я хотел сказать, что фрукт на любителя. Но вот этот совершенно точно, он приятно может зайти в случае, когда людям, ну, может быть, нельзя много сладкого есть, или они, там, кто, например, спортсмены, они избегают сладкого. То есть, вот это вот совершенно точно прям можно употреблять смело, потому что это не сладкое, и при этом это душисто. Не нравится? Даже запах не нравится? Да, очень-очень свежий, скажи. Свежий-свежий запах, я согласен. Я, кстати, не понимаю, почему не нравится, потому что у меня ассоциация с огурцами. С огурцом, правильно, с этой, с кабачком. Огурец, кабачок, ну, вот кабачки я не люблю, но, в общем, свежестью, пахнет свежестью. И это очень душистое и мягкое при этом. Вот когда у тебя нет возможности есть много сладкого, то вот эта штука, мне кажется, очень классно зайдет, вообще классно. Мягкая, сочная. Мы все знают, что женьшень вообще очень полезная штука. Мы все знают, как говорит Катя, что женьшень очень полезная вещь. Ну, это корни полезные, а вот плодка, это же совсем другое. Да, но если корень, то очень полезная, то плодка все не полезная. Скажи. Ну, вот апельсин чудо. Апельсин вообще чудо. Ну, что, у нас все, больше ничего нет, попробуйте. Ребята, если вы сейчас тоже кушаете, во-первых, вам тоже приятного аппетита. А если... Еще не кушайте, то пойдите поесть, и Катя говорит. Чаку попейте. Вот. Ну, друзья, если вам интересно, то мы можем, как раз, специально затариться, купить всяких разных фруктов, которые здесь продают, потому что их здесь полным-полно. Ну... Думаю, еще дурьян с тобой, нормально. Да, думаю, даже с ветки срывали его на самой в этом году, этот дурьян. А мы его не делим, он не зрелый. Шаг в воду еще можно попробовать. В общем, друзья, пишите. Покажи. Что вам интересно. И мы купим, и снимем это дело, и с вами это дело все благополучненько обсудим. Вот. Ну, а на сегодня с вами был Тони Волши и котеночка. Ставьте лайк. Лайк осы. Делитесь видео. 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 Вот. Ну и все. До следующего раза. Сейчас, идейн. Пай. Ну, что, надо это? Да есть, что ли, вот это? Тебе не понравивающийся продукт. Я же, наконец-то, освещение купил. Теперь можно снимать в любое время дня и ночи. Я так рад. Вообще, не представляете. Хочется, потому что. Хочется сейчас снять, а не можешь. Жди дня. А днем ты работаешь. В общем, вот так вот. Ммм. Надо больше времени выделять хобби. Больше. Надо же заниматься по жизни то, что тебе прям нравится. И, может быть, получится, что это будет тебе приносить доход. Надо к этому стремиться. Да, друзья? Вот. У нас уже вот один... Одна минута... Да. Двенадцатого. До полночи. Ну, ладно, друзья. Покеды. Ммм. Ммм. Чего выкачай? Не хочу. Давай. Выкачи. Ммм. Ммм. Продолжение следует...